Мы на месте. Мы прессуем лаз, мы интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она не слышит, она в этом яйце. Хорошо. Прозрачно. Скеннер, разрежь эту голограмму, отключи все подключенные к ней чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки. Выведи это все из биополя. И как выходит, отправляю в клетку-тюрьму. Но оно вышло все вместе с красным драконом. Он в клетке? Да. Так лучше. Ласма, вы меня слышите? Жгет, очень жгет. Слышу. Ну, это еще неизвестно, кого сейчас будет жечь. Красный дракон. Посмотрим, как все будет развиваться. Итак, даю команду скеннеру на щитри. Скеннер сканирует пространство над головой. Ласмы под ногами, 360 градусов вокруг нее. Заложниками. Один, два, три. Скеннер сканирует все семь тонких тел Ласмы. Находит все. У нее нет никого больше. Какой у нас красный дракон? 27-48. Что ты здесь делаешь в этом биополе красный дракон с этой оболочкой? Оболочка идет как защита от внешнего мира. Кто тебя просил это ставить, эту защиту от внешнего мира ей? Это не ей, это для меня. То есть любые каналы, чтобы она могла узнать правду, заправляться своими энергиями. Ты это все воровал? Не все оставлял ей, чтобы не было заметно. Мои энергии, они обжигающие. Я бы не смог находиться столько без выплескивая своих энергий. Да, она получала небольшие, небольшие опустошения. Сколько ты находился в ее биополе? Семь месяц. В квартире ты присутствуешь? Нет, наоборот. Я выставила оболочку от внешних энергий. То есть ты поставила оболочку для того, чтобы моей энергии, мою защиту, которую мы поставили с верой в этой квартире, не ощущать на себе? Да, чтобы она не влияла на меня. Хорошо. Даю команду тонкой копии Ласмы спроецирует энергетический сферический канал к этому дракону и его оболочке. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все негативные патогены чужеродной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ласме. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить, возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Возвращается красная энергия дракона, обжигающая. Она постоянно вся в заботах, чтобы не обращать внимания на свои ожоги. Ну это тоже неправильно. Ожоги я имею ввиду на тон, тонких телах, в некоторых местах, как места, которые обожжены. Дракон, мне кажется, ты перешел все границы. Поэтому он делал так, чтобы она была в заботах и переключалась на что-то другое, не замечая его. Хорошо, логика мне понятна. Я тоже думаю, дракон, тебе надо переключить на другую частоту. Достаю печать дракона, включая на полную мощность. Выключай. Выключаю печать. Я тебе хотел продемонстрировать этим, что не все, что ты делаешь, легитимно. И можно и нужно нести ответственность за свои деяния. Ты перешел все границы, ты нарушил закон. Закон о мироздании, один из которых гласит право души на распоряжение своими энергиями. Ты это право у нее отнял. Он ничего не мог поделать. Он не о вкусной энергии. Ну хорошо. Лира. Айна Лирианка. Значит тогда будь готов к последствиям. Реверс закончился. Устанавливай фильтр золотой сеточкой на эти каналы в порядке реверса. Ласма забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Дракон, ты присутствуешь в детях? Ласмы? Нет. Скэнер, просканируй ласму на частоте красного дракона. Выведи из биополя ласмы его платы вместе со всеми чипами, датчиками и имплантами. Приступай. Готово. Отправляю платы в клетку тюрьму. Даю команду на рассинхронизацию ласмы с красным драконом, его платами и оболочкой. Пошла рассинхронизация до 100 процентов. Заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чист. Помогаю ласме моей энергии отстегнуть ей все каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три. Удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. На связь. Приветствую тебя. У меня здесь находится красный дракон. 27-48. 7 месяцев сидел. Установил оболочку, перекрывал ей все, что можно перекрыть. Сейчас он сказал, что не мог устоять перед энергиями, так как они вкусные. Вот такой у нас гурман здесь находится. Мы заберем, там разбираться будем. Благодарю тебя. Все остальное можно уничтожить или ты забираешь? Уничтожай. Под оболочкой и платами, открывая воронку в галактическое ядро, все это уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Его забрали. Хорошо, идем дальше. Переходим к заправке энергиями. Посмотри, сколько энергии нужно ласме и какая частота вибрации. 370 и 24. На счет 3 макушку головы ласмы начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 370 процентов каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, ласма. Мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Больно чувствую, уверенно. Отлично. Сейчас мы по очереди будем поднимать в эту комнату диагностики ваших детей. Мы на месте. Мы приветствуем Карлиса. Он идет к маме. Мы спрашиваем мамы разрешение на проверку Карлиса. Дает согласие. Скэнер просканирует эту подключку над головой, этот колпак. Включая все сопутствующие чипы, датчики, импланты и конвекторы, выводя эту подключку вместе с ними. И как все выходит, отправляя в клетку-тюрьму. Готово. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Карлиса под ногами 360 градусов вокруг него. Скэнер сканирует систем тонких тел Карлиса, находит все. Здесь гуманоид. Гуманоид. Все. Откуда ты гуманоид? Ориона. Как долго ты находишься в этом биополе? Чуть больше 6 месяцев. Цель твоей подключки? Пока привыкает к оболочке энергии. Посмотрим, как с этим справиться. Быстро или долго. В зависимости от этого я буду рассматривать его биоматериал для следующих скрещиваний и созданий. Понятно. Твои планы, конечно, интересные. Но, я думаю, им не суждено будет сбыться. У меня есть такое предчувствие. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Карлиса спроецировать энергетические сферические каналы к этому гуманоиду и его колпаку. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все негативные патогены, низкая аббрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Карлису. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, от него возвращается назад. Усилие потоки в 50 раз. Проблемы с кашлем у ребенка. Ты причастен как-то к этому? Я же говорю, он привыкает к особым энергиям. Он опускается с головы вниз. Значит, он ощущал твое прямое воздействие через твои энергии. Это реакция. Его реакция, да. Организм сопротивлялся этому яду. Это не яд. Это энергия, которую я пытаюсь смешать и посмотреть реакцию на основании этой реакции. И я буду понимать, что мне делать с биоматериалом. Гуманоид для него это яд. Для тебя это не яд. А вот для него это яд. Он ему давал побочные последствия на его биоробот. Ребенок кашел. Это небольшие последствия, могу вам сказать. А, вот как ты меня даже успокаиваешь таким. Понятно. Ну, значит... Пока он неплохо справляется. Удивляет твоя самоуверенность, гуманоид. Ты знаешь, в принципе, за такие вещи, как ты делаешь, существует большая вероятность попасть под ответственность. Каждый занимается своей работой. Хорошо. Значит, тебе все риски твоей работы известны. Известны. Ждем окончания реверса. Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Карли забирает все чистое, светлое, божественное. Энергия обратно. Пошла энергия божественная. Чисто. 1, 2, 3. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Карли с себя обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Ну, по чакрам энергия возвращается. Верхняя особенно. Хотя и нижняя были затронуты. Скэнер, дай мне полноту души на настоящий момент. 100%. Готово. Идем дальше. Скэнер, просканируй сейчас Карлиса на частоте гуманоида его колпака. Не осталось ли что-то незамеченным, что мы еще не вытащили? Есть у него в голове подключка. Вот, вытаскивай ее. Отключай полностью, вытаскивай. И все, чему она подключена. Готово. Отправляю в клетку-тюрьму, где находится колпак. Есть. Даю команду на рассинхронизацию Карлиса с колпаком гуманоида, этим чипом, и с ним самим, с этим гуманоидом. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаю Карлису отстегнуть каналы моей энергии на счет 3-1-2-3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Ли, у меня здесь гуманоид цариона. Сидел с колпаком, чип был в голове 6 месяцев сидел. Ребенок пока привыкал, по его словам, к этим энергиям. У него каши развился от этих энергий. Забираем. Благодарю тебя. Остальное все уничтожается. Под колпаком, чипом, открывая воронку в галактическое ядро, все уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Они его забрали. Сказали, что он известный какой-то похититель. Ну, значит, не скоро выйдет. Вар. Да, так и есть такого плана. Вот, добро пожаловать. Давай заправим Карлиса энергиями и поднимем ему вибрации. Посмотри, сколько ему нужно энергии и какая чистая вибрация. 150 и 13. На 4 макушку головы Карлиса начинает поступать 7 высокоэбрационных потоков по 150% каждые. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 13 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Карлис, как ты себя чувствуешь сейчас? Показывает, какой он сильный. Отлично. Возвращаем тебя назад в твою систему Биороба Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Карлис с тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Мы на месте. Мы приветствуем Норманда. Он идет к маме. Мы спрашиваем у мамы разрешение на проверку Норманда. Дает разрешение. Визуально ничего не мешает? У него глаза очень странно меняются, как у робота. Там кто-то очень недоволен внутри. Мы сейчас на этого недовольного и вытащим. Скэнер про сканеры. Кто у нас там в глазах? Выведи эту сущность. Кидая ее сразу в клетку-тюрьму вместе с ее подключками. Это робот. Отлично. Кидаем робота в клетку. Готово. Больше никто там не мешает? Нет. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Норманда под ногами 360 градусов вокруг него. На всех скэнер сканирует систем тонких тел Норманда. Находит все. Выстраивает этого робота канал к ответственным, кто его послал. Притягивает всех в клетку-тюрьмы. Никто не притянулся. Никто не притянулся. Присканирую его. Робот. Снимается маска и голограмма. Робот предстает согласно своему эфирному коду ДНК. Если это голограмма, даю последнюю попытку ее снять. Или я тебя сейчас сожгу. Он робот, но он меняется с таким скрипом. Он становится больше, выше цивилизации роботов. Встал в полный рост? Да. Кто ты, откуда ты? Еще канал есть, Вера, или он один? Один. Хорошо. Итак, представься, как тебе обращаться, робот? Робот Ги. Робот Ги. Итак, робот Ги, откуда ты пришел? И почему ты находишься в этом биополе? Пришел прогрессировать в ваших умах. В каком плане? Давать задания. Ты нам давать задания. Для выполнения. И отключаться к нервной системе. А какие задания ты собираешься через нашу нервную систему нам передавать? Разные. Разные мнения. Разные идут, разные подключения. Не понимая того, в вашей голове идет подключение, и вы делаете определенные задания. Выполняете, не задумываясь. Ну, хорошо, это твоя точка зрения. Сколько ты находишься в этом биополе? Нет, это программа. Хорошо, это твоя программа. Четыре месяца, пять дней и двадцать три часа. А почему именно в ребенка ты зашел? Ну, слабый. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать другие вопросы. Даю команду тонкой копии Норманда, Спрейцера, все энергетические и сферические каналы, ко всем ответственным подселенцам, к этому роботу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Скажи мне, робот Ги, с какой ты цивилизацией? Где ты находишься? В нашем измерении? В параллельном измерении? Где твоя звезда или планета? Я лишь балтик, маленькая шайба в целом, в большом проекте. И этот проект у него есть место? У нас управляет искусственный интеллект, а теперь будет управлять вами. Это тебе так хотелось. Да, есть такая тенденция на Земле с искусственным интеллектом. И мы знаем, что вы подключаетесь отлично к душам через этот искусственный интеллект, через эти гаджеты, через компьютер, через просмотры видео о искусственном интеллекте. Не так ли? Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Норманд забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли до последней капли, возвращает Норманд себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Здесь идет радость, смех. Вот это он и забирал. Чувства он забирал. Чувства забирал, чтобы сделать его своим, таким же, как и он, роботом. Это энергия. Он говорит, что это энергия, которую он забирал. Мы в курсе, что мы забираем назад. Мы знаем, что это энергия, но они не твои, это его энергия. Реверс закончился. Скэнер, просканируй сейчас Норманд на чистоте этого робота. Не осталось ли что-то, что я еще не вытащил? И как выйдет, отправляю в клетку-тюрьму. Да, есть у него в голове тоже такой чип, как таймер. Вот, отключай его, выводи. Готово. Отправляю его в клетку-тюрьму, выстраиваю прямой канал от Норманда. И он отдает в этот чип все, что негативное и патогенное, что он получил из него. Один, два, три. Мощным потоком все пошло назад. Там программа должна быть. Готово. Устанали фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Норманд забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Там стоит, ну, в общем, возвращается. Что нужно делать с этим таймером? Менять радость на слезы. Ночные кошмары, которые будут пугать его. Дневные какие-то, как толчки у него. Да, это все шло от этого чипа. Готово. Даю команду на рассинхронизацию Норманда с этим роботом и его подключиками. Один, два, три. Готово. Включая внутренний белосвет Норманда этим светом, выдалит из себя все негативное, патогенное, низкоабрационное, остаточная энергия на частоте этого робота и его подключик. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Из него выходит остаточная энергия, а не как металлический холод. Да, это их цвет. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро под римшаром, уходит на переработку, закрывая печат и растворяя. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связь. Ли, у меня здесь робот, искусственный интеллект. Четыре месяца сидел, чип в голове. Включал слезы, радость и так далее. Посмотри, пожалуйста. Что-то смотреть забираем. Хорошо, благодарю тебя. Забрали. Чип остался или все забрали? Нет, все осталось. Под его артефактами, открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Давай заправим Норманда его энергиями и поднимем вибрацию. Посмотри, сколько ему нужно энергии и какая частота вибрации. На счет три макушки головы Норманда начинает поступать 7 высоко вибрационных потоков по 140% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ему цвета начинает поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 12 Гц. Пошел подъем. Готова. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова